Когда будут выведены, мы предлагаем не вводить туда грузинские войска, а вводить международные полицейские силы. Не поменять российские танки на грузинские танки, а чтобы там стояли международные силы. Естественно, тогда уже ровно международных организаций многократно возрастает. Теперь давайте коснемся непосредственно ситуации на оккупированных территориях. В последнее время мы наблюдаем активность, дипломатическую активность представителей Сухумского и Цинварского режимов в отношении стран Латинской Америки. Эдуард Кукуйте и Сергей Багабш даже побывали с официальными визитами в Венесуэле и Никарагуа. Также очень часто заявляют, что и другие страны Латинской Америки в скором будущем их признают. Насколько реален шанс того, что Чили, Эквадор и другие страны могут признать независимость Абхазии и Цинварского региона? Что Грузия делает, ведет ли какую-либо дипломатическую работу в отношении этих стран? Вы сами понимаете, что здесь о никакой абхазской дипломатии речь не идет, а идет речь о российской дипломатии, которая пытается зарегистрировать военную победу дипломатическими путями, которые она провалила, с треском провалила, потому что Венесуэла, Науру и Никарагуа не являются показателем ничего. А если они что-то и показывают, то, что России удалось только уговорить вот такие странные режимы и покупать маленькую страну. А что касается визита, я очень рад, что на деньги российских налогоплательщиков 40 абхазцев и 40 осетин отдохнули на Синскую Америку. Естественно, кроме мнимого символизма, эти визиты ничего никому не принесли. Мы говорим о том, что венесуэльский флот будет стоять у берега Сухуми и вызывать только улыбку, если не ухмылку. И шанс того, что больше государств признают, теоретически есть, но практически я не думаю, что это будет происходить. Не только Грузия и грузийская дипломатия работают в этом направлении, но и наши партнеры, и США, и европейские страны. У этих стран везде есть свои интересы. И когда американцы и европейцы говорят, что это красная линия, которой не надо переходить, страны хорошо это понимают и понимают, что расшатывать международную систему у них не совсем хорошая идея. Если хорошо посмотреть, с каким режимом мы имеем дело с Венесуэлей и в Никарагуа, которые априори занимают анти-западную, анти-всех позицию, ну, как говорится, покажите мне вашего друга, я скажу, кто вы. Так что друзья и остынцы России нам уже хорошо известны. Вы, наверное, со мной согласитесь, что после признания Хацхамарского региона и Абхазии на Северном Кавказе вспыхнули с новой силой беспорядки. Видите ли вы связь между признанием территории Грузии, независимости территории Грузии и России и эскалацией ситуации на Северном Кавказе? Ведь как-никак это все-таки поощрение сепаратизма. Ну, естественно, это поощрение сепаратизма, и россияне не могут быть такими наивными, чтобы это не понимали. Но вместо сепаратизма россияне получили у себя дома уже воинствующий ислам, и Россия, которая является не только христианской страной, но у него есть очень большое население, которое проповедует ислам, получили такую головную боль, которую не ожидали. С сепаратистами можно договориться о чем-то, о чем можно договориться с теми, которые взрывают детские сады, которые взрывают людей и атакуют политическую инфраструктуру, мне очень трудно придумать. Так что уничтожив сепаратизм и поддерживая сепаратизм около своих границ, россияне получили такого моста, с которым им справиться, удастся или нет, мне до конца непонятно. И этот мост нарастает, наращивает силу, его мощь нарастает, и ответные меры с Российской Федерацией, они кажутся просто как мертвому припарке. К сожалению, мы не можем стоять от этого всего в стороне, потому что неоднократно мы получали бомбежки наших территорий из-за того, что на Северном Кавказе происходило что-то. И поэтому мы и до войны предлагали Российской Федерации сесть и вместе подумать о таких вещах. Естественно, в будущем тоже собираемся очень серьезно в этом плане работать, но поддерживая сепаратизм, этим самым россияне не делают из грузин друзей, и поддерживая сепаратизм у своих же границ, естественно, они ставят под удар и под риск свои же регионы и подливают масло в огонь, который уже и так без этого горит на Северном Кавказе. Нашу очень интересную беседу я бы хотела завершить последним вопросом. Патон Атамур, косовский прецедент можно ли применить в отношении Цхимбальского региона и Абхазии? Ведь Международное судоон призывает лидеров государств признать независимость тех государств, которые еще не признали независимость Косова. Не факт, что через несколько лет каждая самая организация может тоже призывать лидеров государств, но уже иметь в виду не Косово, а Цхимбальские регионы и Абхазии? Ну, здесь есть очень важных три аспекта, которые надо, чтобы наше население хорошо знало. Во-первых, суд принял решение не о легитимности государства Косова, а о праве людей, которые объявили о независимости, что у них было право объявить независимость. А суд ничего вообще не говорит о независимости Косова как таковой. Второй момент, то что нет никаких параллелей между Косово и Абхазией и Цхимбальским регионом, поскольку этническая чистка в обеих случаях была направлена не против Осетины, не против Абхаза, а против Грузин. Международные силы не принимали никакого участия в регулировании этого конфликта, и то, что назывались силами СНГ, оказались простыми оккупантами. Никакого возвращения ни в одном, ни в другом случае беженцев и временно перешенных лиц не было, как это было в Косово и так далее, и так далее. Так что, если даже попытаться применить ситуацию с Косово, давайте введем войска НАТО, давайте вернем всех беженцев и временно перешенных лиц, давайте искореним проблемы с этнической чисткой, а потом посмотрим, какой будет результат. Так что, я думаю, что Косовский прецедент все-таки, он не только, по моему мнению, но и мнению всех, в принципе, один настоящий прецедент. Он не может быть копирован в других случаях, тем более не может быть копирован в наших случаях. Я не думаю, что какое-то международное сообщество начнет призывать к признанию Абхазии Движной Осетии из Харьковского региона, потому что этим самым они будут призывать, узаконить этническую чистку на эти территории. А это международное сообщество не сделает, по моему глубокому убеждению, и рано или поздно России тоже придется отказаться от такой политики. Спасибо большое. Спасибо за столь детальные ответы.